доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик сегодня 26 августа 2021 года 343 грамма подрос парень был 252 неделю назад оникс 300 44 грамм коникс не упади нам сегодня один месяц так одри предложила юля из форте сан одри 582 580 583 белошоколадная дочка симоны так 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 вот две девчонки бело-голубые в не перепутать 608 606 608 и сразу вторую пока она спит чтоб я их не перепутала ребята 573 573 так то у меня тут еще сладко спит кто у меня еще белый лиловый где-то был парень ну гуся так это у нас лео 773 так оливия 773 770 773 оливия один месяц так так кого мы еще не взвесили опа она кто у меня как бегает убежал у нас оскар сейчас вернется моего взвесим маркизка спит давайте маркизку взвесим она 16 августа родилась так я на не надо мне тут прибавлять я на 2 без яны 475 маркизка так что у меня кусает наполеон наполеон так чтобы я ну иди 700 715 110 я на ты мне уронишь сейчас и так вот ох ты кто тут у нас кушает так и риска и риска 445 и риски в 18 один месяц исполнился о оскар пришел посмотрите ушел наполеон и прибавляем оскару веса 809 так ты чё кусаешься и николета я на 771 николете 18-го был месяц так кого мы не взвесили еще моно лиза кушает у нас давайте моно свесим так там и шутку заедают красавцы магнатами лох не дают и забраться на ступеньку закусывают и так пятьсот тридцать пять весит моно лиза так наполеон мы тебя взвешивали да точно кого мы не взвесили мишку не кусаем о какие о какие уцепили за мешутку так у нас на улице дождь мешутка на карантине значит поздравляшки барончика опять либо перенесем в другую комнату либо я не знаю чё тут ждать хорошей погоды у нас уже третью неделю идут дожди так давайте-ка мы взвесим пока мы еще не взвешивали вот этого хулигана которого зовут маршал который на меня все время ругается нам шестнадцатого месяц был шестьсот двенадцать грамм так так девчонку миледи мы еще не взвешивали так семьсот пятьдесят семьсот шестьдесят ну пусть семьсот пятьдесят три семьсот шестьдесят как прыгнет шестнадцатого был месяц так вот эта красаточка красотка нимфа очень красивая девочка еще находится в продаже николета прям бандит растет так нимфа весит семьсот пятьдесят грамм где-то так так не куська спит наша так 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 вроде бы все взвесили нет кого забыли миледи взвешивали кажется взвешивали миледи так тактика сюда и наша никуся никуся 640 ты дерешься ты дерешься ты лапку свою кусаешь миледи это взвешивала ли нет что-то я уже не помню на всякий случай семьсот пятьдесят хорошая девочка хоть себе ставлю это стоит а такое тут верху пузякой поздравляем детишек с днем рождения деткам симон очки сегодня исполнился один месяц я убрала вчера уже полностью все манежи пока оставила им просто вот так два одеялка вместе потому что они все равно спят все вместе мамочки из-за них дерутся наполеон ты же взвешивался то посмотрите что они делают с мишуткой миша бедненькая милорд и магнат находятся в продаже вот они съедают нам мишутку кроме риски остаются шесть девочек в продаже и три мальчика два из которых это вот эти два красавца доедающие мишутку и один малыш оскар которого мы сегодня взвешиваем оникс извините оникс оскар продан чем мой сладкий эти мальчишки рождены у нас 16 июля пока не кусают мишку за ножку и за мульочку а к нам дорогие друзья в воскресенье 29 в тот день как мы провожаем кардинала в новый дом отвозим на вокзал в москву приезжает из города новый питомец которого зовут натан он будет жить вместе с нами в этой комнате этот питомец не требует вообще никакого ухода и содержания никаких сложностей не издает никаких звуков и это не птичка и кто это такой мы узнаем с вами в воскресенье я-то конечно знаю а вам вот пока не буду говорить хочу подержать интригу совершенно неприхотливое животное долгожитель за которым просто интересно наблюдать животное для наблюдения поэтому мы будем тут подготавливать сейчас комнату раз уже наши птички киви и лимон решили жить в свободном полете и на свою клеточку они приходят только чтобы покушать наверное мы не будем строить им какой-то там вольер как мы планировали потому что собачки их не обижают и летать по комнате 36 метров это все-таки гораздо более комфортно чем жить в вольере пусть даже полтора на полтора но все равно это вольер пока наши птички совсем конечно не хулиганит ну хулиганит по чуть-чуть но не сильно киви уже садится мне на голову в процессе тут прогулок и полетов вот марки за тут устраивает маркиза ой ой своими лапками давайте ваши моськи поснимаем поближе пока вы так валяхаетесь ириска видите что они делают они собираются вот в такую кучку вот это вот что вот это вот мою ладошку маркизка маркизка кусается это и риска оскар спит вот так им нравится спать вчера на ночь включала им обогрев печку ставила а маркиза ты чё это наша никучка она остается жить с нами дочка симоны так и не пойму какого цвета у нее нос мне кажется он голубого цвета а ушки кремовые папа у нас шоколадная мама бело-голубая тогда да да наполеончик пришел покусаться тоже и риска тоже кусаться пришла мне маркизки мало у нас еще и риска пришла кусаться красотка толстушка миледи делает потягушки вот леди не найдем хорошие ручки останется жить с нами планировала николетта а вот теперь передумала хочу себе оставить леди очень уж она мне нравится но я еще посмотрю пока ищем свободные хорошие ручки пока свободно девочка для продажи а вот это бандитка уже все с мамой вот это вот кусь 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 ку И я показывала, как он здорово живет в новом доме. Мамочка им очень довольна. Я сказала, что это такое, это толстая собака. Ты толстая собака. Вот так вот, куся на сестренку за ушко. Вот эти две белоголубые красоточки тоже в продаже. Вот. В связи с тем, что наши киви и лимон решили жить на воле, на вольном поселении, это кто-то у нас носится по комнате. Кто-то носится у нас по комнате. Это я ставлю большую миску для мамочек и маленькие мисочки для детей. А мы сейчас с папой будем обустраивать вот в этом углу местечко для нового жителя нашей большой дружной семьи, которого зовут Натан, который приедет к нам в воскресенье вечером. Вчера уже приехали ко мне мои новые песчанки. Пока не делала видео, не расселяла, думаю, кого с кем поселить. У нас два мальчика, одна девочка. И как только я придумаю, как расселить, будет сделано отдельное видео, когда придумаю, какие семьи хочу создать с этими неродственными нам по кровям песчанками. Тогда сделаю видео, как правильно сселять мышек, песчанок, чтобы они не дрались. Так, здесь какая-то война. Опять война. Здесь дружно с подюшки. Так, сейчас буду еще искать аккумулятор для Апанасоника. Так, ага, ага. Это все охота за Мишута. Мишута решила уйти, а там Ксюня сидит. Янка спряталась в одеялку. Вот, вот два братика. Братики в продаже. Да. Братики в продаже. Янка привет, Юлечке передает. Говорит, сплю я, погода, скажи, плохая у нас тут в Ленобласти. Сижу и засыпаю прямо на ходу. Да, Янка? Янка не продается, Янка наша. Вот такая вся на ходу засыпающая. Так, к ней пошла Ксюша. Почесать за ушком просит. Да, прочесать за ушком. Ксюша это наша мамочка, князюшки и кардиналы. Кардинальчик скоро от нас уезжает в новый дом. А князюшка еще ищет. Мама, папа пока еще с нами остается. Так. Пока я вчера размораживала мясо для того, чтобы сегодня угощать наших питомцев. Ворончик слазил в сумку на веранде. Там было замороженное мясо. Разорвал сумку. Скрыл вакуумные упаковки. И, в общем-то, покушал. Пришлось собирать это мясо по веранде, потому что все растаскано было. Это же больно так за ноги кусаться. Ты что творишь-то? Вот скоро начнется самый опасный возраст, когда эти пиявки все будут охотиться за ногами. Будем, наверное, все видео снимать скрытой камерой. Я такие видео уже делала. Потому что невозможно будет опустить ноги на пол. Что творим-то? Что творим-то? Если вам интересно, дорогие друзья, посмотрите. Рядышком видео. Не знаю, какое первое загрузится. Либо это про щеночков, вес всех щенков Чихуа. Либо вот снимала первое видео, у нас у златочки цыпленок появился. Пока решила их оставить на месте, не убирать цыпленочка. Потому что ждем появления еще как минимум двух малышей. О, боже, бедная мишка. Нет, я-то спряталась уже за загончик от вас. Смотрите, что творится. Бедная мишка. Мишутонька, ты добренькая, спокойненькая. Мишка спит целыми днями со мной. У нас дожди, на улице делать нечего. Я посадила лилии, которые мне мама привезла на день рождения. На будущий год у нас будут красивые лилии разноцветные, всякие разных пород и цветов. Попугайчики у нас тут дурю маются. Да-да-да. Киви, киви. Они отсюда, вот сюда любят забираться. Здесь клетка у меня с песчанками, у которых недавно мыша отродились. И вот что-то им нравится. Да, улетели дразнить песчанок. У Златы цыпленочек я поставила. Да, Злата на меня ругается, охраняет цыпленочка. Поставила водичку для цыпленочка, потому что здесь есть поелка, но навряд ли он еще дотянется. И вот сюда добавила перемолотый комбикорм для малышей. Злата охраняет, а цыпленочка прячет. А цыпленок прячется под Златой. А Злата на меня ругается, да. Покажи нам ребенка. Вот он, вот он. Смотрите, какая прелесть. Привет, малыш. Чудо, чудное. Вот я ему добавила. Он сам запрыгивает на эту кормушку и кушает. Добавила ему перемолотый в кофемолке комбикорм для малышей. от ноля, от рождения. Я, если честно, не заметила, когда он родился у нас. Потому что она сидит, не признается, он прячется под ней. Сзади я поставила специально вот такую вакуумную поелочку. Это маленькая самая поелочка. То есть там цыпленок не утонет, но сможет попить. Там она на литр, по-моему, или на полтора, не помню. Вот так он забирается и кушает. Ну, это ли не чудо, дорогие друзья. Беленький-прибеленький весь этот цыпленок китайской шелковой. Так, мимо меня пролетели киви и улетели обратно. А лимон сидит здесь, веточка у них. От клена вот он отщипывает листики и бросает их вниз. Пошел, пошел. Лимон очень наглый. Ну, не скажу, что он, может быть, не столько наглый, сколько любопытный. Может быть, так можно покорректнее выразиться. Какая прелесть. Смотрите, какой самостоятельный ребенок. Так, если получится, я попробую подсветку сюда протянуть. Так, хорошо, что у меня подсветка на штативе, она легко у меня переставляется. Но провод у нее не очень длинный, и я ее боюсь. Оп. О, какая прелесть. Когда что родился, то он уже весь такой деловой. Понятно, что не пару часов назад это точно. Вот так, все, дальше провод мне не разрешает подсветку двигать. Сейчас спрячется опять под маму, его опять будет не видно. Так, ну-ка, вот эту. Оп. Со штатива снятия. Ты ж, какой красотулькин у нас. Ты ж, какой красотулькин у нас. Это белые будут шелковые курочки. Я сначала, первый раз, когда вылупились цыплятки, тоже удивилась, почему от белых шелковых курочек у меня какие-то странного цвета, бурого цыплятки. Потом, вот они уже скоро месяц, они абсолютно беленькие стали. Вот так измельчили мы ему корм. Ну, пойдешь к водичке, малыш? Вот. Злата ведет себя абсолютно спокойно, поэтому я пока вот не хочу у нее отнимать этого ребенка. Все равно у нее появится еще один или два из инкубатора, которых я подкладывала. Вот так он. И под мамку туда. Я и не видела, что он у нас появился. Чудо-то чудное. Чудо-то чудное. Какая прелесть. Опять дерутся, да? Вот так у нас и проходит день. В драках, в боях. Ой, господи, он крылышками умеет. Кушай давай. Расти большой. Большой. Ну, попьешь родички-то? Красавчик какой. С мамкой, скажи, не страшно, да? Мамка тепленькая. Все интересно, Сема поклевать. А его братья и сестры в брудере. Тоже уже вылупились и подрастают. Из инкубатора. А этого малыша в яички я подложила под наседку. Красотыльчик. Он сейчас покушает и опять под мамку заберется, спрячется. Какая же ты прелесть. Не могу налюбоваться этой милотой. Так, ладно. Вот так у нас без подсветки. Темно. На улице дождь. Миша. Миша у нас пришла к нам. Тертичка мы стали. Так, полетели, полетели, полетели. Ну, прячься под мамку, там теплее. У нас в комнате тепло, в принципе. Что спрятали? Наших малышей. Карандашей, да. Ну, где наши птички? Мишка, малышка. Ох ты, посмотрите на этого Оникса. Что же он делает-то? Он же весь собрался в мисочку и кушает. Кто сказал, Оникс худенький? Он у него, живот шире спины, совсем не худенький Оникс. Чепок, чепок. Учится кушать. Только сегодня месяц Ониксу исполнился. Корм размоченный. Он его пытается и сосать, и кушать. Иди, скажи, Оникс с голодным не останемся. Вылезай, она мокрая еда, он дрожит, ему холодно. Ой, скажи, какой я теперь мокрый, грязный Оникс. Посмотрите, Оникс покушал. Животик какой у него. Пошел, пошел. А, скажи, я еще пойду поем. Не наелся Оникс. И растоптрали половину. А эти тут сладко спят. Ой, подсветка переезжает обратно. Полетели наши попугаи. Так, сзади Оникс. Вот самый опасный промежуток времени, когда они начинают ходить за ногами. Так, садится аккумулятор, дорогие друзья. Если резко прерывается запись, значит, у нас окончательно разрядился аккумулятор. Поэтому заранее с вами прощаюсь, но ненадолго. Увидимся сегодня в новых видео. Оникс пошел, что ли, искать. Вот еще корм. Вот что-то ходит, ходит. Сейчас, наверное, пописает. Что это вы распорхались такие с лимоном? В водичку пошел. Нет, ты нам не ныряй в миску, пожалуйста. Соникс куда-то направился у нас писать, наверное. Так, то что тут у меня за порхающие птички разлетались? Ну, как далеко шел, чтобы покакать. Все, не будем подглядывать. Мы какать сели. Шел, шел, ушел. Далеко ушел. Ох, что творят? Что творят, а? Что творят? Зачем хулиганить? Зачем кусаете друг друга? Ох ты, боже мой. Лимон чистит клюв об клетку песчанок. Такие звуки характерные издает. Куси-куси его за попку. Он мешутку обижал. Поникс вернулся к нам. Его поймали. Ну, тронь, ребенка. И риска спит. Это сестра Ириски. Красивая девчонка. Яркая, красивая, кусячая. Ой, ой, маленький шпатки пришел. Замерз, пока ходил в такую дальнюю дорогу. Пока, каечка, заходил. Сейчас моего в кучку переложат. Ох, господи, Оникс. Давай-ка, вот тут вот толстая пузо. Оно теплое. Ложись. Скажи, у меня тоже пузо. Скажи, маленький, но пузатый. И замерзший. Смотрите, какой наятый. Кто, говорит, Оникс у нас не доедает? Он, скажи, сходил сам. Что делать-то, мамы нету? Мамки молока, скажи, у нее тоже. Где разлетались-то порхающие тут птички? Птички. Вот это творят. Что им надо от этих песчанок, я не знаю. Но они прямо тут поселились на клетке с песчанками. И клюв об клетку чистят. И кидают оттуда орешки. Песчанки, конечно, не против покушать орешков. Да, киви и лимон. Два обнаглевших создания. Киви садится мне на голову. Там уже торопится молодец.